Всем привет, меня зовут Оля, я инструктор по дрессировке и сегодня с Шелти Чачи из боксера Марси научим вас делать, выполнять очень классный трюк или даже это можно сказать команда, которая обозначает поставить свои задние лапы на какой-то предмет. У меня для этого сегодня специально есть балансировочная подушка и пенечки. Вы можете делать на любом элементе, это может быть вплоть до того, что свернутое в рулетик полотенце или какой-нибудь тазик или что-то то, что собака отличит по высоте от обычного покрытия. Эту команду вы можете назвать как угодно, зона, цель, place, вообще как хотите, совершенно не имеет значения именно название. Самое важное, чтобы оно было одно, одно на одно действие. У меня это команда зона. Давайте начнем. Чтобы сразу собаку не испугать каким-то новым предметом, мы берем то, на что нам нужно поставить лапы и просто собаку знакомим. Мы даем лапу поставить передние, пройтись по этой штуке, можно положить на нее кусочек, чтобы собака познакомилась, чтобы поняла, что это вообще не страшный какой-то элемент. И постепенно переходим к команде. Предыдущее видео на канале по обучению команде назад. Вот здесь нам этот элемент очень пригодится. То есть по сути собаке нужно идти задом и наступать на наш предмет, ставить там лапки. Вот то же самое нам нужно тут и делать. То есть мы берем нашу подушечку, даем команду назад, и собака просто, когда касается одной лапой подушки, тут же получает похвалу. Выйди. Зона. Да, молодец, умничка. Одну лапу поставила, две лапы поставила. В любом случае похвала. Для начала хотя бы будет достаточно, если собака даже коснется одной лапой нашего предмета. Давай, стой. Стой, назад. Чай, тьма, стой. Иди сюда. Назад, назад. Она может обходить этот предмет. Для того, чтобы собака сразу поставила лапы, нам нужно максимально близко этот элемент начать выполнять. То есть я не могу отсюда сразу собаку на начальном этапе отправить команды назад. Скорее всего собака будет проходить, обходить этот элемент. Она не будет на него ставить лапы. Поэтому начинаю с того, что прям рядышком-рядышком завожу собаку и даю команду. Назад. Молодец. Еще назад. Молодец. Собака как только коснулась, получила похвалу. Начинаем вводить уже потихонечку команду. Также можно вести команду. Вести собаку можно также двумя ручками, так как на команду назад. То есть я тоже самое делаю. Назад. Да. Как только коснулась лапа предмет, тут же, тут же похвала. Умничка. Супер собака. Супер собака. Отлично. Давайте покажу вам на Марсе. Чач, иди. Домик, иди. Домик. Марси. Выходи. Давай, 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 давай. Завожу собаку максимально близко к подушке и веду с командой. Назад. Назад. Да, отлично. Одна лапа коснулась, я уже хвалю. Выходи. Давай. Назад. Да, молодец. Одна лапа, уже хвалю. Когда собака стабильно ставит одну лапу на подушку, я начинаю уже требовать от нее вторую лапу. Давай, давай. Если элемент сильно маленький для собаки, да, допустим, мы видим, что подушка для Марси маловато, я начинаю учить каких-то более больших предметов. То есть пусть это будет там какой-нибудь тазик, или пусть это будет там две подушки рядом, просто обычная диванная подушка. Что-то, что очень сильно отличается по высоте, не сильно высокое, не сильно маленькое и не сильно большое, или наоборот, маленькое по размеру для собаки. То есть оно должно быть в пору, чтобы мы понимали, что собака физически может легко наступить на этот элемент. Давай. Давай, давай. Назад. Да. Умничка, хорошо. Вот, да, молодец, иди сюда, иди сюда, выходи, выходи, выходи. Давай, зона, зона. Молодец, умничка, умничка. Да, браво. Как только собака ставит вторую лапу, мы тут же ее хвалим. Очень эмоционально, очень сильно и очень-очень вкусно. Дальше для эксперимента хочу показать вам, как ставить лапы на пенечек. То есть вы можете эту команду делать не только дома, да, в каких-то тепличных условиях, но и на прогулке. Это очень здорово развивает мозг собаки, помогает разнообразить ваши команды, ваши прогулки. Давай, иди сюда. Так же самое мы ведем на пенечек. Мась, вот если видите, она не заходит, ставим собаку ровно, это очень важно. И командой назад. Зона. Зона. Да, молодец, молодец, одну поставила, умничка. Чач, уйди, пожалуйста, зайка. Давай еще. Иди на ручки. Хорошо. Мась, давай. Выводим собачку вперед. Разворачиваем. Зона. Да, давай, зона. Иди сюда. Иди сюда. Давай, давай. Да, супер собака. Да, да, да. Прямо как будто я управляю рулем, да, лакомством, управляю собакой, чтобы она начала направляться на зону, на то, на что нужно поставить свои лапки. Иди сюда. Да. Иди сюда. Да. Иди сюда. Да. Молодец. Да. Давай, зона. Молодец. Молодец. Крутая. Коснулась, получила еду. Коснулась, получилась еду. Как только собака улавливает, что для того, чтобы получить еду, ей нужно одной лапой коснуться, мы начинаем требовать от нее уже вторую. Уже хвалить только тогда, когда вторая лапа тоже отрывается от земли. Давай. Зона. Да, молодец. Да, молодец. Отлично. Умничка. Супер собака. Молодец. Выходи. Давай. Давай, зона. Да, браво. Она попробовала. Попытка была. Она попыталась закинуть две лапы. Я ее за это сильно похвалила. Это не означает, что в дальнейшем буду хвалить за какие-то маленькие попытки. Но в начале обучения это очень важно. Мне нужно сказать ей, ты молодец. То, что ты пробуешь, именно это я от тебя и хочу. И тем самым я закрепляю то, что мне нужно. То есть сейчас она попробовала. Да, не получилось. Но две лапы она попробовала закинуть. Она получила кусок. В следующий раз она будет пробовать получить еще больше. Она будет пробовать уже сделать это, чтобы получить кусок. То есть она уже две лапы будет пробовать. Хотя бы она понимает, о чем я говорю. Да. Надеюсь, вы тоже. Давай. Давай. Зона. Зона. Есть. Браво. Две лапы. Победа. Супер. Крутышечка моя старушечка. На минутку Марсе, блин, почти 8 лет. И она делает такие элементы легко. При том, что мы, откровенно говоря, давно сильно с ней не занимались. Давайте еще раз с Чачей. На пенечек. Веду собачку двумя ручками. Для того, чтобы она ровно шла, мне нужно две руки. Это поможет мне и ей меня понять. Назад. Да, молодец. Чача хорошо закидывает. Вообще, маленьким собакам несколько проще сделать эту команду. Садись. Ждать. Маленьким собакам несколько проще сделать эту команду. Но это не означает, что большие, крупные собаки этого сделать не могут. Давай. Зона. Браво. Супер собака. Зона. Браво. Умничка. Давай, давай. Зона. Да, молодец. Только коснулась. Хвалю. Дальше. Как усложнять эту команду? Когда уже собачка у вас делает зону и просто касается задними лапами нашего предмета, можем делать работу с выдержкой. Как усложнять этот элемент? Если собачка уже ставит у нас лапы, спрыгивает и получает кусочек, а мы хотим, чтобы она стояла с лапами на предмете, давайте возьму, наверное, более контрастную штучку, где будет понятно. Для того, чтобы собачка научилась фиксироваться на предмете, мне нужно ее хвалить за то, что она стоит. Что я делаю? Я веду и говорю ей, зона, молодец. Она поставила лапы. Более строго и уверенно я ей говорю, останься там, где ты сейчас находишься. То есть мы, что мы делаем, зона, молодец, хвалю, руку убираю и напоминаю, стой, зона, да, супер. Самое важное в выдержке это хвалить за то, что собака стоит, не за то, что она выгрызает, ищет, спускается, поднимается, подбегает к вам, уходит с элемента, нет, а за то, что она делает то, что мы ее попросили. То есть еще раз, зона, собака встала, умничка, молодец, убираю руку, зона, да, супер собака. Сначала хвалю за одну секунду, пока она стоит, потом увеличиваю это время, которое собака должна находиться на предмете. Еще очень важно то, что я сейчас не сделала, просто потому что с вами сейчас тут рассказываю, учу вас. Когда мы начинаем работать с выдержкой, собака должна понять, что работа закончена. Вот сейчас я выполнила, и я гуляю, я свободна. Мы можем использовать команду бедок, свободен, гуляй, все что угодно. Это будет означать, ты выполняешь команду до того, пока не услышишь это слово. Что еще раз это значит? Давай, зона, молодец, умничка, зона, молодец, супер, гуляй. Все, это означает, ты молодец. Ты выполняешь эту команду, пока не услышишь слово гуляй. Вот так вот очень быстро и просто можно выучить классную команду с любой собакой, вне зависимости от породы, возраста или размера. Работайте со своими собаками, и все у вас получится, потому что вы крутыши. Все, пока. Ура! Еще ручки. Вот так, супер, собака. Молодец.